В таком совсем высоком уровне Виктор Иванович показывал свои разработки, то, что он смог изобрести. Какое вообще впечатление все это вызвало именно с научной точки зрения? Ну вот я должен сказать, что я лично второй раз слушаю Виктора Ивановича в стенах нашего института и со своими коллегами делился уже перед сегодняшним днем. И реакция та, которую я ожидал, она была, скажем, для меня первичной в первый раз. И сегодня она стала более улубленной, значит, что человек занимается мало того, что увлеченно, и мало того, что он, говорит, хороший, ну скажем, человек, который умеет и видит прикладные задачи, но у него очень интуитивно, как минимум, и не только интуитивно, он очень начитан, очень хорошо знает литературу, и он действительно, ну скажем, когда он говорит, что я только изобретатель, он немножко лукавит. Это настоящий ученый, человек, который занимается, похоже, с очень большой самоотдачей, значит, наукой. Он в нее влюблен, он ее, значит, мало то что любит, но это заражает еще и окружающих. Здесь сегодня были представлены директора ведущих химических институтов. Значит, очень высокая аудитория с точки зрения, там, и академических званий, и там много лауреата государственных, ну, это все вот, и Ленинской. Но то, что нам сегодня Виктор Иванович рассказал, и то, что я какие-то вещи по первому разу и по второму услышал, это очень интересно. Ясно, что такие, ну, некоторые из них революционного типа идеи, они, скажем, должны быть, наверное, подкреплены пониманием механизма происходящего. Они при этом бы засияли бы красками, а некоторые были бы более глубоко проработаны, и от них была бы больше отдача. И здесь вот взаимное желание сотрудничать Академией и Виктора Ивановича, ну, Виктора Ивановича и Академия, вот так правильно будет сказано, оно прозвучало, по-моему, совершенно открыто. Значит, я очень доволен результатами этой встречи, очень хорошо, что это произошло в нашем институте, и считаю, что вот создание этой рабочей группы, как, говорится, результат нашего сегодняшней встречи, это очень, с одной стороны, правильный шаг и очень позитивный. Значит, с другой стороны, значит, дальше надо его наполнить. Наполнить чем? С одной стороны, Виктор Иванович должен представить материалы и вопросы, на которые Академия наук могла бы ему помочь ответить, значит, а с другой стороны, Академия наук готова включиться. Вот, я думаю, что в ближайшее время мы постараемся создать такую вот программу, основанную на задачах, которые перед нами будут поставлены, и очень интересно было бы ответить на очень-очень многие вопросы, которые и нам интересны, и Виктору Ивановичу. Ну, все, давайте на этом остановимся. Спасибо, Иванович.